И всем снова привет, меня зовут Рицу, я буквально спустя 5 минут после прошлой части возвращаюсь к очередной смене в пиццерии Фредди Фазбера, и сегодня я прохожу, вы уже знаете кого, я пока что не знаю, я не знаю, я не знаю, возможно потихонечку ко мне приходит информация по поводу того с кем я буду проводить свои ночи в этой пиццерии, наверное, может быть, ну в общем посмотрим, посмотрим, скорее всего, ну не скорее всего, вы точно уже знаете, кто это будет, я еще пока нет, но как только я начну, я думаю, что я определюсь со своим выбором, а перед тем, как я это сделаю, конечно же, не забывайте подписываться на канал, ставить лайки, писать ваши комментарии, это очень помогает в продвижении видео, за что всем спасибо, ребята, также не забывайте подписываться на мои социальные сети, в описании под видео есть ссылочки на них, конечно же, ну в принципе, давайте начнем, давайте начнем и продолжим, точнее. Так, я решил, я решил, что скорее всего это будет, ни за что не догадаетесь, это будет, как вы думаете, кто это будет, блин, конечно же, это будет, конечно же, это будет, где его найти вообще еще? Так, мисс Барби смотрит Я не могу кратко заглянуть Почему? До этого спокойно смотрел До этого спокойно смотрел Здравствуйте, Барби, кстати, здравствуйте Всем привет Привет, Рипсон, надеюсь, твоя ночь проходит хорошо Отлично Лучше не бывает Так вот, где это находится? Вот здесь Пиццерия Наконец-то я смогу с человеком, который меня понимает Как меня он понимает Но, блин, он бесстыдник, понимаете? Он мыло сует в духовку И потом говорит, здесь никто не заметит Никто не будет злой потом Вот негодяя, я бы за такое, блин За такое бытие руки поотрвал, на самом деле Я тебе буду учить еще, как пиццу готовить Сынок Я нашел это Я не знаю, для чего их можно использовать Но вот, надеюсь, что они помогут Щипцы Щипцы, интересно, интересно Я думаю, что когда-нибудь мне точно помогут Когда-нибудь мне точно помогут, но не сейчас Я, пожалуй, сброшу таймер до 40 секунд И просто Просто отдохну на пуфике Отдыхаю Отдыхаю 10 секунд отдыхаю 11, 12, 13 Господи, я забыл почти, как его зовут Надо запомнить, как его зовут Я не помню Это, по-моему, Джереми Это ты? Кто ты? Нет, Джереми Это троуборщик А ты кто? А ты кто? Ты... Кто вот это? Я забыл, как его зовут Ааа, what the fuck What the fuck Скоро полночь Ааа, Майк, Джереми Скотт Фритц, Крис, Винсент Ааа, как его зовут? Подожди, Винсет, фиолетовый Крис, это... Это другой, это белый, по-моему Который где-то в другом месте еще находится Фритц-то рыжий Ааа... А, нет, стоп Крис-то уборщик Крис-то уборщик Все верно Крис-то уборщик, да? Да, Джереми Джереми пиццу готовит Все верно, все верно Я просто пытался помнить Где вообще находится Крис Чем он занимается в этом месте Потому что я Вроде бы помню все Где плюс-минус находятся Но Крис, не знаю Забыл Ладно Подожди Ты... Ты действительно хочешь провести время Ночью со мной? Я не до конца понимаю Почему, но Я не буду тебя останавливать Это лучше, чем оставаться на ночь одному Музыка прикольная у него играет Прикольный лост Прости, я не с тем уверен, что делать Я обычно остаюсь один И... Я плохо разбираюсь с людьми Может в следующий раз тебе стоит выбрать кого-то другого? Я думаю, что мы с ним скорее всего будем с Чикой справляться Я думаю, что мы скорее всего будем с ним с Чикой бороться Бороться Вы видите детскую игрушечную лупу на полу Подобрать что-нибудь сделать с ней Сказать Джереми, чтобы он сделал с ней все что угодно Нифига себе Давай сделаем что-нибудь Вы подобраете лупу и после выкроете у Джереми его шляпу А чего он улыбается? Я думал, почему ты... Стой, эта лупа Она выглядит точно так же, почти как лупа детектива Конана И сделала закрыто Ах ты, блин, это отсылка на аниме Ах ты, блин, анимешник Ты проклятый, анимешник Может быть, пока идет ночь Мы можем отыграть и претвориться, что будет там и детективы в шоу Жесть, ролеплей начался Ролеплей Я, конечно, в этом спец Спец Экспертс Ну, блин, так сразу? В плане Это вместо с проведениями есть большая тайна, которая нависает на пиццерии Однако Это может не самая лучшая идея заниматься подобным сейчас Аниматроники бегают вокруг не меньше, чем я люблю РП Тут небезопасно Что ж, смена почти закончилась Лучше закругляться и готовиться уходить Ага А? 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 Ааааа Первая ночь закончилась Лежа в постели, вы думаете о событиях дня Джереми очень странный, ром, но робкий молодой человек В душе вы надеетесь, что он откроется вам вскоре, рано или поздно? Конечно, откроется, куда он денется Конечно, откроется Или мы сами его откроем Ахахахаха Я его открою Я его полностью открою Так, собрание Аааа, опять спать на собрании Я уже это все видел Я уже 100 раз-то видел Так, приближается ночь номер 2, бро Я еще нибудь сказать, что у тебя для меня Я, случайно, вроде бы было в духовку Надеюсь, повара не заметит это утром Я зато замечу Я замечу, блин, надеру тебе Надеру тебе задницу за такие вещи Ладно, ждем Ждем 40 секунд Ждем 40 секунд Который раз я уже как-то говорю За эти 40 секунд, кстати Как бы вы не Не были удивлены Как бы вы Наверное, не могли до этого догадаться Но за 40 секунд Можно успеть много вещей Например, поставить лайк Подписаться на канал Сделать Написать ваши комментарии Сделать репост Конечно Посоветовать канал друзьям И так далее Все можно сделать за 40 секунд Я вам гарантирую Что в наше время В современное время Может сделать это все Даже за 30 секунд Если захотеть, конечно Если захотеть Так, ну а мы Тем временем Идем к Джеремии К Джеремии Хай, Джеремии Улыбается Вы смотрите, как Джеремии Надевает перчатку И тянется, чтобы вытащить пиццу Ура, пицца Ай, черт возьми Что такое? Я ничего не могу сделать правильно Даже дурацкую пиццу Сделать не могу Почему вообще беспокоиться В том, чтобы прийти в Чего у него за уши Такие Это что такое у него Ты всегда у него было? Ты всегда у него всегда такое было? Ааа Ага Вот почему Почему все улыбаемся Вы вытаскиваете бинты Которые подготовили Перед вашей сменой Вы понимаете Насколько это Опасно это место Спасибо, Рицу Я уже кругу оплету Пытаюсь достать пиццу Ну я видел Я понял, про Я понял Спасибо Я чувствую, что перчатки По каким-то причинам Просто слишком тонкие Чтобы залезть И достать что-ли без печи Хотя они Возможно Заменяют перчатки Для нас Ночных охранников Чтобы не позволять Нам бесплатно Есть пиццу Которая здесь есть Серьезно? Кто этим потом Заниматься будет? Я не заставляю тебя Но тебе бы Следовало поесть О, не то чтобы Я много ем Как будто ни было Ночь почти закончилась Я не хочу Раскладывать пустую продукты Некоторые люди Мы не могут Здесь есть Прямо перед сном Так что Увидимся завтра Пока Пока Братишка Пока Джерни Бедняжка Такой печальный Всегда Завтра будет Новый день Действительно Действительно Будет Так Сегодня последний день Третий Перед Перед финальным Выбором Опять детишки Если помочь Чтобы уже здесь Так долго Боги Да Пожалуйста Откисай Бро Откисай Бро Так Джерем Я иду к тебе Я иду к тебе Джереми Бро Ох Только что Майк зашел сюда И схватил что-то Хика про себя Я уверен Что это будет Еще одна Турасская шутка Надеюсь Что это будет Просто шутка Надеюсь Но Майк На самом деле Такой уже плохой парень Как ты себя думаешь Майк Неплохой парень Но точно Неплохой парень Кстати Я вот задумался Почему минус 40 секунд Почему минус 40 секунд Я думаю Что логично Было бы Не знаю Потому что С каждым персонажем Нужно искать предметы Какие-то Мне кажется Можно было просто Быстренько их найти А потом Придти там Допустим И не 40 секунд А сразу запустить Типа следующую Следующую ночь Мне кажется Было бы логично Зачем Зачем 40 секунд ждать Буквально Зачем не ждать Зачем не 40 секунд ждать Почему минус 40 Почему не 20 Почему не 30 Почему 40 Но ответ этот вопрос Скорее всего мы не получим И столько автор перевода этого не смотрит мое видео Хотя кто узнает еще Перевод на самом деле вышел довольно давно Если вы не видели мой комментарий на первом самом прохождении Перевод вышел аж два года назад По-моему Я просто недавно его только нашел Скоро полночь Нужно решить с кем я переживу ночь Джереми, братишка, иди сюда Иди сюда, друг мой Просто нужно закончить И собирать оставшую часть моего Рицу Это значит ты выбрал меня на оставшуюся ночью Но почему Я не очень, в смысле, я не храбрый И я не лучше в своей работе Блин, я даже не уверен, что я подхожу на роль человека Который может помочь тебе Я должен заставить тебе безопасное место Давай, в комнату охраны Полетели, бро, полетели Да если ты умеешь управлять этими Молодец, я вижу, что умеешь Вижу, что умеешь Я ненавижу эту работу Я так больше не могу Единственная причина, почему я стою здесь Так это из-за своего отца Лучше здесь, чем там Ау, твой отец тут босс? Твой отец босс? И хотя бы причина, по которой аниматроники бьют меня Это потому, что они тупые роботы Мне так жаль Рицу Я... Прости меня Ну, я не могу В таком случае, пусть лучше аниматроники меня убьют Я не хочу больше жить Я хочу убирать Что началось, э? Что началось такое, а? Бро, я не понял С чего я тру такие мысли? С чего я тру такие мысли? Оставаться живым Это просто... Это так больно, ты знаешь? Не важно где Что-то в любом случае Хочет меня ударить или убить Хотя, если я умру Я больше не буду участвовать Во всю... Чувствовать всю эту боль Мне не нужно будет беспокоиться О моем тупом отце Или где я собираюсь Джерви плачет Положив голову на ваше плечо Довольно долгое время Пожалуйста, не уходи, Рицу Если ты уйдешь Я не знаю, что я смогу с тобой Собой сделать Пожалуйста Просто посетите со мной немного дольше Просто пока боль не уйдет Мне жаль, что я просто Увидеть эту сторону меня, Рицу Я... Иногда ничего не могу с собой поделать Я узнал, что аниматроне Которому нужно починить Это Чика Вау Кто бы мог подумать? Кто бы мог подумать? Если ты сможешь залатать ее То я думаю, у нас может появиться Шанс покончить с этим кошмаром навсегда Пожалуйста Помоги мне в последний раз Нет, бро Мы не можем Это не может быть в последний раз Время тебе домой Я реально плакал все это время И я прошу прощения Ничего, бро Ничего, бро Даже мужчина, бывает, плачет Я понимаю Подкаст на тебя, понимаю Остаток недели я проведу с Джереми Я лишь надеюсь, что мы выясним, что случилось И исправить это навсегда Сохраниться? Ну давай схоронимся Ну давай уж схоронимся, бро Привет, Джереми, снова Что такое? Не получается? Я... Думаю, я заболел Я себя не очень хорошо чувствую Это нехорошо Я не ровно злому Аниматронику вроде этого Вы кладете руку ему на колено И дарите ободрающую улыбку Позволяя ему понять, что все будет хорошо Все будет хорошо Кажется, это успокоило его нервы Скоро он кулит руку на вашу И слегка потирает своим большим пальцем Вашу ладонь Джереми Нифига себе, ты смельчак, блин Спасибо тебе за поддержку, Ритц Я поправлюсь, обещаю Тогда мы реально сможем узнать все секреты этого места И его лицо до сих пор грустное Но в глазах под юношей видно мерцающую надежду Но я знаю, почему грустное Потому что он тоже знает, что эта концовка Не есть ни хорошая, ни любовная Эта концовка, где он Того самого Сори за спойлер, но Если вы смотрели уже несколько часей Вы знаете, где все работает Так что, на Такие пироги Как будто он знает, что может делать все, что угодно Когда вы рядом с ним Чуть крепче сжимая вашу руку Он смотрит вниз на его вторую руку И сжимает ее в кулак После чего расслабляет руку Он делает так несколько раз в полной тишине И я чувствую, что они удивительно тихие этой ночью Это не похоже на них? Как думаешь, они знают о том, что мы замышляем? Боже, я очень надеюсь, что нет Вы проводите остаток ночи, наблюдая за немониторами вместе с Джереми Убедившись, что его не посещают беспокоящие мысли Сохраниться? Да, да, да Сколько можно сохраняться, блин? Опа, а что происходит? А, what the fuck? Нито не отвечает в комнате охраны? Возможно, Джереми запер ее и пошел в туалет? Может быть, он просто не слышит звук ваших стуков? Что это было? Этот звук доносился из кухни Чик, это ты? Так трудно разглядеть Так темно? Вы щелкните приключателем света What the fuck? Что ты еще сделал? Зачем? Вы упали в шоке от увиденного Джереми свисает с потолка Его шея сломана под странным углом Вы не могли сказать ни слова Могли только закрывать рот Потому что ваши рвотные позывы только усиливались У его ног лежала небольшая записка На которой было написано Мне жаль, пожалуйста, прости меня Джереми What the fuck? Почему? Настолько все плохо? Я, конечно, не хочу сказать, что Смерть, наверное, от аниматроника была бы лучше Но мне кажется, она все равно была бы лучше Даже если я этого не хочу признавать Потому что это, блин, гораздо было бы лучше Если бы вот так вот Это ужас Сам выпил, это, блин, плохо Осуждаю Ну ладно, ладно Я знаю, как это можно исправить Так, для того, чтобы получить другую концовку Нужно взять щипцы у него, опять же, в первую ночь Подойти к стенду с игрушками Что-то застрял внутри дроп слота Взять Вы протягиваете руку, но немного не дотягиваетесь Вы вспоминаете, что у вас есть щипцы И вы хотите использовать их Вы лезьте внутрь щипцами и хватаете предмет Вы достали перо Вам больше нужны щипцы, так что вы выбросили Куда он выбрасывает Куда он постоянно их выбрасывает Так, перо я достал А, это, наверное, у Чики, да? Куда у Чики перо, интересно, идет Куда? Типа К голове ее? Типа то, что на А на цыпленок ей нужно перо Видимо так Видимо так Ну ладно Так, ну после этого вроде как Вроде как это все, что нам нужно Нам нужно заполучить Для того, чтобы Подружиться с нашим другом Хотя мы и так уж друзья, но Для того, чтобы спасти его Хотя бы от, блин Такой трагичной судьбы, которая постигла его В первой концовке Это ужас, конечно Это ужас Я до сих пор не могу поверить, как это произошло Про своим лучшим другом Джереми За что ты так со мной За что ты так со мной Этот мир не достоин тебя, Джереми Спасибо тебе за поддержку У тебя проправлюсь, обещаю Тогда мы реально сможем узнать все секреты этого места Его лицо до сих пор грустно В глазах юношему видно мерцающего надежды Куда он знает, что может сделать все что угодно Когда вы рядом с ним Так Я чувствую, что они удивительно тихие Эта ночь Это не похоже на них Как думаешь, они знают о том, что мы измышляем Я очень надеюсь, что нет Вы проводите садок ночи Наблюдая за мониторами Мистер Джереми Видевший, что его не посещают беспокоящие мысли Ура Сохраниться Нет Не хочу я сохраняться больше Я отказываюсь сохраняться Я Я готов пройти через это Я знаю, что мы можем сделать это В конце концов Ты Прикроешь мою спину Так же, как и я твою Верно? Улыбать Юноша кивает Кажется, он собрался с мыслями Хотя и выглядит напуганным Заткнись Ты Задира Мы идем за тобой И Мы собираемся справить то, что сломалось Люди Во многом похожи на машины Иногда нам нужен кто-то Или что-то Что поможет починить то, что сломалось Давай отправляться на поиск, Ирицу Кого на поиске-то? Опять ключ Опять ключ нам нужен Кей А кто эти вот эти следы постоянно оставляет? Кто тут, блин, нагадил Цветами, а? Цветами Какими цветами, говорю? Кровью? Какими цветами, блин? Красными цветами Ворот заперты Ууууу, прям как детектив Невероятно Да, я такой Крутой Я сигма Я сигма Вы сломлен так же, как и мы Поэтому вы улыбаетесь А не сломан Я герой Ты нашла себе кого-то такого же, как и ты, не так ли? Нашла? Кого нашла? Кто нашла? Поэтому тебя так тянет к нему Тебе его жалко? Нет Я не знаю про кого вы, но Мне никого не жалко Это мой друг Полагаю, вскоре я узнаю. Давай, друг! Это мой бро. Кореш. Я знала, что ты в итоге придешь. Я поняла это после того, как ты услышала то, что мы хотели сказать. Ты один из тех людей, которые не могут смотреть на то, как другие страдают, верно? Вот почему тебя так притягивает к твоему новому другу. Он позволяет тебе почувствовать себя нужным. Будто ты можешь помочь кому-то. Взаимно доверить связь, которыми могут обладать лишь друзья. Ты говоришь, так будь своими действиями, мы хотим помочь лишь самим себе, а не друг другу. Я не это имел в виду, но я думаю, любая дружба начинается так. Ты хочешь подружиться с человеком, чтобы почувствовать себя лучше. Возможно, они будут говорить тебе комплименты, дарить подарки или просто тратить свое время на вас. В любом случае, настоящая дружба не заканчивается на этом. Ты обнаруживаешь, что отдаешь больше, чем хочешь получить. Ты хочешь оказывать человеку больше помощи, чем он оказывал тебе. Все-таки такая дружба поистине прекрасна. Почему мне затирает в морали какой-то пятилетний ребенок, которого скушали в 87-м году или когда их там съели? Мне кажется, ребенок не мог такие умные вещи выучить в таком юном возрасте. Ну ладно. Вы принимаете помощь от друга. Может быть, дружба, которая была у меня, могла быть примерно такой. Вы печально смотрите на ребенка, после чего она трясет своей головой. Не нужно испытывать ко мне жалости. Это моя вина. Сейчас все, что я хочу, это уснуть. Можешь делать это для меня? Поможешь мне отдохнуть? Взглянув в последний раз на ребенка, вы устанавливаете недостающий кусок перья в костюмчике, перед тем, как сделать шаг назад. Спасибо тебе. Теперь я могу поспать. И, возможно, однажды, когда я проснусь, мой друг захочет поиграть со мной вновь. Так круто дружить с кем-то, кто не особо разбирается в аниме. Я могу показать тебе все свои любимые шоу и мангу. Потом, когда ты схватишься с новым, можем сэкономить и сходить на сходку вместе. Надеюсь, что собирается показать ему One Piece, после чего вы перестанете быть друзьями, потому что дружба на One Piece заканчивается, когда один предлагает другому посмотреть, а другой отказывается, потому что там миллиард серий и... Знаем, проходили через такое, уже проходили. Несовершаемую мою ошибку. Ну, а, конечно, на самом деле у меня все получше получилось, но я думаю, что такое тоже бывает в принципе в жизни. Не удивлюсь. Я всегда побаивался ходить один. Вы пролистываете несколько книг перед тем, как замечаете, что смотрите на книгу «Детектив Конан». Небольшая улыка появляется на вашем лице. Пиццерия была похожа на часть детективного романа или манги. Однако вы до сих пор не уверены, что раскрыли дело. Там осталось так много вопросов, на которые вы не нашли ответы. И вы уверены, что никогда не узнаете всю историю. Во всяком случае, без чьей-либо помощи. Это сейчас вы рады, что сидите рядом со своим верным другом, который читает мангу. Кошмар закончился. Воу, неплохая концовка, верно? У тебя появились хорошие друзья, которые тебя поддерживают. Спасибо большое, что пришел по игру. Да не за что, не за что, бро. Обращайся, обращайся. Ну, ладно. Останется последняя концовка «Джеремии». «Джеремии». Поэтому мы увидимся в следующий раз. Мы увидимся с вами через буквально мгновение. Ну, в принципе, как по шаблону. По шаблону во второй ночи вместе с «Джеремии» надо выбирать другой вариант. В отличие от того, который выбрал в прошлый раз. «Но если ты заболеешь, я не смогу тебя так часто видеть». А, я имею в виду, я бы тоже хотел с тобой видеться, с тобой здесь. Я не хочу, чтобы ты беспокоился, что-то вроде этого. Я просто... Я не такой уже голодный, понимаешь? Я дам эту пиццу фрицу. Я знаю, что он очень любит пиццу, и она не пойдет в мусорку. Если ты сам не хочешь... «Я хочу пиццу! Я хочу пиццу!» «В плане, если ты хочешь, я поделюсь или...» «Я хочу пиццу! Я хочу пиццу!» «Эй, ты выглядишь очень симпатичным!» «А-а-а! Кто, я?» «Я веду...» «Ты не поручишься, я прогуляюсь с тобой до твоего дома?» «Почему вы все хотите мне до дома проводить, а?» «Ах, вы, блин, хитрецы какие!» «Джеремия, бедняжка, такой печальный всегда!» «Завтра будет новый день». «Да, это правда. Это правда». «Вот так! Теперь я могу немного подбородить перед началом своей смены». «Несчастные дети, когда вы уже отстанете от пеняйнисты, откуда вы беретесь? Я уже знаю, не надо меня убивать, никто меня не убьет». «Так, теперь третья ночь наступила, и нам нужно идти предмет, который, собственно, поможет нам выйти на концовку с черемией». «Находится он прямо в пиццерии, точнее, на кухне, получается». «В коробке маленькая дырка вы открываете, и вы нашли антидепрессанты, е-мое, нормально?» «Это практически полная бутылка антидепрессантов, на бутылке написано им пациента Джеремии». «А-а-а, ты смотри». «Кстати, поводу Джеремии, поводу Джеремии есть там у него документы, и надо посмотреть, пойти в кабинете». «Это не здесь, извиняюсь, извиняюсь, мистер Винсент, ошибся дверью». «Так, что у нас тут? Файл Винни, файл Скотта, файл Джеремии, 19 лет, 165-59 килограмм, такой. «У него дома проблемы, синяки на его теле говорят об этом». «Хороший ребенок, желательно задержать его здесь так долго, как только возможно, ночная смена». «За что его так? Зачем его так долго задержать-то?» «Это файл Барби? Возраст 26, 155 сантиметров, 68 килограмм. Нифига себе, такая плотненькая, плотненькая такая, нормальная». «Моя дочь, надеюсь, что она будет управлять компанией так же хорошо, как и я. У меня больше надежды на нее. Сейчас работаю в качестве моего исполнительного менеджера». Интересно. «Интересно заглянул, так сказать, на огонек, и думаю, что там за коробка стоит такая, там, оказывается, файл целый на Барби». «А я Барби-юру, я люблю Тирулю». Так, ну, ждем судьбоносные моменты для того, чтобы завершить все это наше приключение вместе с Джереми. «Рицу? Я, прости, не хотел, чтобы застал меня плачущим. Это просто... Почему застало? Почему просто... Я не женщина, у меня тяжелая депрессия. Иногда она овладевает ною. Я приношу ее в много раз тяжелее, чем большинство людей. Обычно, когда я думаю о потере чего-то, о чем я на самом деле беспокоюсь, или когда я слышу что-то, похоже на голос в моей голове, он говорит мне, что я ничего не стою. «Я действительно пытаюсь бороться с этим, но с этими словами так трудно бороться в одиночку. Обнять, обнять, братан. Держись, бро, держись, я с тобой. Ри... Я... Мне так жаль, Рицу. Я... Каждый раз, когда я думаю о том, что с тобой может случиться что-то плохое, но все внутри меня сжимается. Я не могу дышать, и я просто начинаю рыдать. Это очень важно на меня. Я не хочу тебя терять. Я хочу стать сильнее не только для тебя, но и ради себя самого. Я хочу быть сильным для нас обоих, но это так тяжело. Иногда бывает настолько тяжело, что я не могу подняться утром с постели. Но когда я принимаю свои лекарства, они не всегда помогают. Иногда это дает мне силу для того, чтобы сделать что-то, на что у меня в обычном состоянии не хватило бы воли. Я хочу почувствовать себя лучше. Я просто... Мне нужно во всем разобраться сейчас. Джереми кажется измученным. Ты порважаешь его до дома, прежде чем отправиться к себе домой. Да уж, тяжелое, конечно, тяжелое... Тяжелые прохождения, тяжелый рут. Когда вы заходите в комнату, атмосфера кажется совсем другой. Джереми наклонился над столом, твердо положив руки по обе стороны клавиатуры. Он выискивает любые следы аниматроников. Когда он поворачивается к тебе, на его лице появляется детская искренняя улыбка. Сегодня чувствую себя намного лучше. Спасибо тебе большое, Арицу. Спасибо за все вчерашнее. Возможно, все, что мне нужно было, заключалось в том, чтобы кто-то заметил меня. Кто-то, кто уделил время, чтобы помочь мне выйти из моего кризиса. Я просто рад, что ты человеком был. Ну, ты. Вы улыбаетесь ему, ты атакиваете. Ну, вот и все, тогда починим анематроникой. Пойдем. Пойдем. Ну, все хорошо, что хорошо кончается, правильно? Поэтому, если тебе стало внезапно так лучше, если твоя депрессия облегчилась, так сказать, облегчилась буквально, твои симптомы твои... Ну, вы поняли, короче. О, это здорово, конечно. Это супер. Супер. Пойдем, бро. В лучшую жизнь. Вы пришли. Я надеялась, что вы придете. Я здесь. Я всегда... I always come back. Ты напоминаешь мне человека, которого я знал так давно. Он помогал мне, когда я в этом действительно нуждалась. Мне всегда было так грустно, но сейчас... Привет. Я ждала, пока ты придешь сюда. Придешь, освободишь меня. Я так счастлива, что наконец смогу отдохнуть. Ребенок мгновение смотрит на Джереми, прежде чем повернуться обратно. Я помню, у меня был близкий друг. Он был очень похож на тебя, Рицу. Он был таким сильным. И он всегда заботился об меня, когда я плохо себя чувствовал. Я болела. Многое. Мне нужны были таблетки, я ненавидела и принимать их. Однажды мы потралились из-за этого. Я не хотела принимать лекарства, и он в бешенстве умчался прочь. Я должна была побежать за ним, но я лишь крикал ему в ответ, чтобы он направился в пиратскую бухту и справился там. Как он всегда делает. Больше я его никогда не видел, а жизнь помянем ребеночка, помянем пацанчика. Вспоминайте события, я понимаю, что он делал это только потому, что очень заботился обо мне. Точно так же, как ты заботишься о Джереми. Я хочу стать лучше. И если я не смогу сделать себя самого счастливым, я могу даже не надеяться о том, чтобы подарить счастье такому человеку, как Рицу. Если я хочу любить кого-то, я должен научиться любить себя. Если бы я только могла думать так же. Ребенок смотрит на перо в ваши руки. Какие, блин, здесь умные дети? Посмотрите на них, какие же умные дети, блин. Все бы дети такими были, а? Смышлеными. Все нормально. Я готова уйти. Я готова заснуть. Взглянув в последний раз на ребенка, вы устанавливаете незатающий кусок перьев в костюм Чики, перед тем, как сделал шаг назад. Большое спасибо. Ах, это щекотно. Вы хейкаете и прижимаете на сами друг друга. Ну, нам лучше уйти, иначе мы можем опоздать. Я не хочу пропустить терапевта. Я чувствую, что мне становится намного лучше, так как я собирался. И после, может быть, мы сможем сходить, ну, ты знаешь, до свидания. Вылвать сват, вы такиваете. Звучит, как прекрасная идея. Когда Джереми накинул куртку, ты остановился и посмотрел через плеченое в флакончик с лекарством на столе. Он пережил тяжелые испытания и ужасы в пиццерии всего несколько месяцев назад. Возможно, со временем он научится справляться не только с теми кошмарами, которые он уже пережил. Поздравляю, ты, отхватил от себя охранника. Ура, счастливый конец, ура. Увидимся в следующий раз. Конечно, конечно, увидимся. Это ведь только... Это ведь всего лишь... Всего лишь одна треть получается. Это всего лишь одна треть, блин. Ааа, блин, ё-моё. Но, в любом случае, не буду жаловаться. Не буду жаловаться, потому что... Потому что ничего страшного со мной не происходит, правильно? Ничего страшного. В любом случае, спасибо всем большое за просмотр. Надеюсь, вам понравилось это видео. Ждите продолжения. Продолжение пяти ночей флирта. Флирта на этом канале. Обязательно мы с вами вернёмся ещё когда. Не знаю, надеюсь, завтра. По планам, если ничего не изменится. Так что... Да, такие вот пироги. Ещё раз спасибо большое за просмотр. Не забывайте подписываться на канал, ставить лайки, писать ваши комментарии. Это помогает в продвижении видео, ролика моего. Подписываться на мои социальные сети, которые находятся в описании под этим видео. Ну, и всем большое спасибо за просмотр. До скорой встречи и пока.